всем привет это в курсе дела на загородном и с вами как всегда я денис владимирович сегодня я предлагаю поговорить о чувстве без которого современному человеку ну просто никуда это чувство юмора если вы со мной согласны садитесь поближе к экрану и смотрите в курсе дела чтобы быть в курсе дела ну что вам рассказать про чувство юмора тут как бы смотреть надо и сегодня в программе с нами не замерзнет как выявить и предотвратить утечку тепла в загородном доме доктор цикламен аптека на подоконнике африканский еж содержание и уход считается либо у человека есть чувство юмора либо его нет но ведь всегда можно поискать в себе это чувство вдруг она все-таки имеется просто спрятана очень глубоко или чувство юмора присутствует все таки но она мягко говоря так себе посредственная поясню свою мысль многие уверены уж у них то чувство юмора есть а если честно она у них просто плохое это как с домом вроде дом крепкий надежный но плохо держит тепло или недолго исправить ситуацию с промерзшим домом можно нужно просто найти где и почему происходит утечка тепла прямо сейчас и разберемся как ее обнаружить а еще лучше предотвратить как я подвязал до вначале про утечку юмора потом про утечку тепла ну как бы ну вы поняли да но у кого утечка у юмора происходит и не поняли как думаете сколько вы платите за отопление улицы промерзание дома проблема довольно распространенная убедитесь что она вам не грозит стены утеплитель неважно там будет у газобетон что в нем трещин никаких нет либо если это каркасный дом значит минвата везде проложена там пароизоляция она везде сделана внахлёст потому что очень часто встречается что на дне на не находятся надрезы и выходит воздух воздух и ходит с влагой минвата намокает и теряет свои свойства но и отсюда очень много потом всяких болезней выползает и промерзание и плесень и но и вообще идет разрушение что выгоднее установите еще один источник тепла или сделать внеплановый ремонт отвечаем ни то ни другое чтобы не болел дом а вместе с ним и ваша голова позовите в гости специалиста с тепловизором и как можно раньше самый лучший вариант все таки это когда дом собран он без внутренней отделки и без наружной отделки илья и полина построили свой дом из бруса два года назад дом вместительные хозяева часто приезжают сюда с друзьями на выходные правда в мороз ночевкой здесь остается редко она в доме во первых источник тепла это конечно главная печка также установлены радиаторы под окнами пришлось все купить масляные радиаторы от сети которые работают для того чтобы температура в доме стала комнатной топить приходится почти сутки при этом остывает помещение за считанные часы сейчас будет сначала внешний осмотр потом внутренний осмотр во внешнем осмотре мы увидим где проходит тепло это как правило стыки для того чтобы их изолировать перед дальнейшим утеплением зачастую тепло уходит из-за ошибок допущенных при строительстве причиной промерзания может быть также дешевый некачественный материал основные места утечки пол окна и крыша входной двери нужно очень утеплить очень большие теплопотери по ней идут получается выход порядка 6 градусов данный дом планируется эксплуатировать в зимнее время окна них необходимо будет поменять потому что они не подходят у них очень большие теплопотери нужно двухкамерные окна с напылением энергосберегающим когда древесина всыхается и в ней образуются трещины через эти трещины идут теплопотери у нас в этой трещине получается уходит тепло полтора градуса на улице когда холодно образуется точка россии соответственно в этом месте будет концентрироваться влага и в момент заморозков древесина будет здесь рвать будет идти разрушение и так мы закончили обследование дома и готовы рассказать сколько же процентов тепла уходит на улицу необходимо поменять окна поменять входной дверь утеплить пол обработать его сделать гидроизоляцию в идеале утеплить немного крышу и тогда 45 процентов которые сейчас тепла уходит на улицу они останутся внутри дома своевременное обследование дома позволяет избежать глобальных затрат в будущем но не исключает текущих расходов а суть этой тепловизионной философии в том чтобы в прямом смысле слова не бросать деньги на ветер что в наши дни чувство юмора ценится гораздо больше чем чувство гармонии и я вам сейчас это докажу вы видели невероятно дорогие и при этом немного странноватые картины современных живописцев согласитесь что чувство гармонии художественного вкуса здесь ни при чем это чувство юмора нет я серьезно может оно и красиво но непонятно такое ощущение что художник шутит возьмем к примеру традиционных мастеров айвазовский шишкин никаких сюрпризов море как море сосна похоже на сосну у одного только море потому что он маринист а у другого только сосны потому что он шишкин есть конечно еще и черный квадрат малевича но и тут все логично картина называется черный квадрат и изображен черный квадрат а современное искусство есть на мой взгляд в нем что-то излишне веселое эксцентричная я бы даже сказал болезненная а ведь многие болезни можно предупредить или даже вылечить выращивая дома цикламен сегодня мы поговорим о комнатном растении который называется цикламен цикламен это растение которое цветет в осенний зимний период тогда когда за окном нехорошая погода слякоть дождь а может быть даже снег для того чтобы цикламен у вас рос ему нужно создать определенные условия это растение луковичное луковичное растение как правило любят нижний полив его поливают снизу ни в коем случае сверху поливать нельзя дело в том что если полить цикламен вот сюда то есть в горшочек сверху то растение само может загнить попробуй раздвинем эти листочки и ты увидишь что в середине будет желтенький вот эти желтые листочки нужно обязательно убирать также как и отсветшие цветочки прямо отрывать да прямо отрываем вот вот собственно в этом заключается уход за этим растением что же какой же еще есть маленький нюансик маленький нюансик заключается в том что это растение еще и доктор она может вылечить не только ребенка на и взрослого от такого заболевания нехорошего как гайморит если вы возьмете эту луковичку натрете ее получите сок разбавите с подсолнечным маслом и можно закапывать нос но обязательно проконсультируйтесь врачом но на этом все я с вами прощаюсь крепкого вам здоровья как правило большинство людей с чувством юмора оптимисты а позитивному человеку легче жить так кстати считает только сам позитивный человек для хорошего настроения можно создать все условия прочитать анекдот в утренней газете или послушать веселую радиопередачу по дороге на работу или завести ежика а что по моему очень даже позитивный зверек оптимистом эта колючка прибавит настроение а пессимистом поможет перейти на сторону позитива фыр 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 слышите это ежик из следующего сюжета фырфыр Кавликовые африканские белобрюхие ежики Декоративные выведены с лекционерами Клеточного содержания можно содержать в вольере, в клеточке, в террариуме Прививки ежикам не делают, у них очень слабая печень При необходимости можно обработать от гельминтов, от паразитов Если вы чувствуете, что нужно Но только по медицинским показаниям Прививки мы не делаем, так как ежики не выгуливаются на улице А если выгуливаются у вас на загородном участке То это отдельный какой-то вольер, загончик, чтобы дальше не убежали Вообще ежики относятся к отряду насекомоядных Они питаются насекомыми, мясом Можно подкармливать мышатами, галышатами Насекомые сверчки, тараканы Только не выглавленные, конечно, в квартире Тараканы должны быть куплены Вот такого плана Можно давать пюрешки, протертое мясо Ни в коем случае нельзя ежикам ничего острого, жирного, жареного, копченого Ежики у нас не едят цитрусы Ни лук, ни чеснок, ничего такого не добавляем В качестве приправ Не должно быть у них ни в коем случае шоколада Он ядовит для них, авокадо для них ядовит Ходит такой стереотип, легенда, что ежикам можно давать молоко Многие дачники даже подкамливают ежичков, увиденных у себя на даче Молоком Хотят помочь, но нет, этого ни в коем случае делать не нужно У ежиков непереносимость лактозы У них может быть диарея от этого Вы просто сорвете им же кота Ежикам молоко не даем Ежики не сильно ласковые Они не будут бежать к вам, как собака с тапочком С объятиями Они отвечают взаимностью Они не откликаются на имена Но их можно приручить к рукам Они будут знать ваш запах Они будут знать привычки, как вы их берете Будут знать, когда вы их берете Они будут этого ждать В принципе, им будет нравиться Если вы хорошо с ними обращаетесь Им будет приятно Они будут позволять вам это Но не более До 4 месяцев ежиха выращивает своих ежат Как самое родное Здесь так и есть Вот мама У нас изюма Изюмочка Вот ее двое детей Они уже довольно взрослые Почти совершеннолетние 3 месяца Две девочки Она до сих пор с ними Они еще вместе живут У них все хорошо Полноценная семья Ежики подходят как взрослым, так и детям Главное, что детям не самого маленького возраста Потому что ребенок опять-таки должен понимать Ответственность за это животное За то, что с ним нужно быть поаккуратнее Все-таки ежик это у нас ежик Он имеет колючки Ежики не социальные животные Это одиночки по жизни Они даже со своими товарищами не любят контактировать То есть ежик у меня содержится каждый в своей ячейке Каждый в своей клеточке Они не любят общество других Только в плане брачных каких-то идей Так ежик каждый сам по себе В плане собак, кошек Их можно выпустить под присмотром рядом Но они никак друг с другом контактировать не будут То есть не агрессии, но и дружбы тоже вы от них не добьетесь У ежиков есть такое качество Они могут помочь в качестве ежикотерапии Так скажем То есть если вам одиноко, плохо, грустно Можете взять питомца на руки Пообщаться с ним Почему береза не греет? Так бы прислонилась и она такая Ах, горячая Ну вот и все на сегодня Надеюсь, я вам доказал, что жить с чувством юмора Гораздо легче, чем без него А следующий выпуск нашей программы Смотрите ровно через неделю на канале Загородный С вами был я, Денис Владимирович Смотрите и будьте в курсе дела Чаще улыбайтесь и смейтесь Смейтесь и улыбайтесь И помните, что пять минут смеха Заменяют стакан сметаны Так сказать, и посмеялся, и наелся Что-то меня беспокоит Может быть, потому что охотники рядом Фунтик, Фунтик, здравствуй А, не попал в кадр, да? А тут кто-то ко мне, ко мне Лечиться надо, батенька Батенька, надо лечить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok